Привет! Сегодня я хочу разобрать работу Алены. Алена написала, что я буду ругаться, и она отчасти права. Давайте разберем работу по нашей структуре. Итак, первый критерий в нашей структуре – это решение задачи. В задаче было четко сказано указать именно местонахождение нашего фитнес-центра. То есть, если это сеть, это должен быть город с последующим выбором городов, в которых находится наш фитнес-центр. Некоторые ребята указали, что их фитнес-центр находится только в конкретном городе. Тогда нужно было указывать именно контактную информацию с нашим телефоном и адресом. Ни той, ни другой информации у Алены нет. Значит, задача частично решена, но ее необходимо улучшить. Второй критерий – это верстка. Все наши элементы разъехались по краям. То есть, у нас весь фокус внимания сместился в края, тем самым оставил центр наш свободный. Также необходимо было проработать именно расстояние в заголовках и между элементами. В логотипе надпись «Малина Фитнес» можно было бы сделать выключкой по левому краю. И, в принципе, с версткой все. Основная проблема в данной работе – это именно визуальная часть. Это наш третий критерий. В первую очередь, хотелось бы изменить цвет именно акцентных элементов. Потому что у нас все-таки фитнес-центр «Малина», а он почему-то сиреневый. Может быть, это именно на мой вкус, да, но хотелось бы добавить сюда более розовых каких-то оттенков. Именно малиновых, а не холодно-сиреневых. Второй момент в том, что наша девушка сейчас слишком мелкая, и она прям сопротивляется именно с левым блоком. То есть сейчас левый блок по весу, он практически как наша девушка. Иногда фотографию можно кадрировать, чтобы она лучше вписалась в общую композицию, начала взаимодействовать с элементами. Все-таки фотография – это наш главный элемент, на который пользователь в первую очередь обращает внимание. Можно было некоторую часть тела именно кадрировать. Я бы рекомендовала избавиться в основном тексте именно от серого цвета. Потому что серый, он не придает некой уверенности, которую здесь хочется показать. Лучше остановиться именно на цветах, это черный, который у нас есть на фотографии, розовый и белый. Например, как цвет нашего фона. Но сейчас фон немножко серый. Вот, еще за счет того, что у нас фон серый, на нем серые буквы смотрятся еще более неуверенно, что ли. Также мне не нравится кнопка. Она у нас абсолютно ни с чем по стилю не сочетается. У нас нет ни в элементах, ни в каких-то остальных декоративных элементах наклона, ни в фотографиях нет наклона. Я все-таки думаю, что нужно избавиться нам именно от нашего наклона в кнопке. Чтобы кнопка стала также более уверенной и она подчеркивала нашу верхнюю композицию. Опять, элемент именно, либо это дизайнерский креатив с лайками какими-то, как я сперва подумала, меня смутил. Так как сейчас кажется, что ты сюда нажмешь, кто больше нажмет, та цена и появится. Не знаю, для чего это как плохо, хорошо, что это значит. Зачем мудрить, если можно просто и четко донести старая цена, новая цена и все. И будет все намного понятнее. Не всегда нужно применять непонятные дизайнерские приемы. Также меня смутил знак доллара. Я не знаю, может быть, именно в фитнес-центре Малина расчет производится долларами. Но я почему-то отошла от этой идеи и написала рубли. Если здесь именно этот сайт для конкретно какого-то фитнес-центра и там производится оплата долларами, то, прошу прощения, да, можно смело возвращать данную валюту. Итак, давайте посмотрим, что получилось. Первый момент, который я добавила, это нашу дополнительную шапку, чтобы вынести сюда не второстепенную информацию, но которая тоже важна. Также в нее можно будет добавить какие-то элементы именно по социальным сетям, группы, может быть, в социальных сетях, где находится данный фитнес-центр, город, телефон, некую информацию еще и поиск. Во второй шапке, в основной, я разместила логотип и наши основные разделы. Я говорила вам про цвет и решила в данной работе его изменить. К сожалению, я не перенесла фитнес в левую часть, да, но можно потом попробовать это сделать. По поводу цвета, я его взяла с левой части нашей малины, именно выбрала основной цвет, не сиреневый, как был в прошлой работе, а более розовый. И подчеркнула это именно в акцентных элементах. При выборе именно шапки тоже будет вводиться подчеркивание розовым цветом. Шрифт я сменила на более широкий, более устойчивый шрифт и фотографию откадрировала, как я вам и говорила, именно частично. Тем самым у нас фотография стала более доминирующей, шрифт и левый блок не стал ее перевешивать, а они начали работать именно в группе друг с другом. Также именно цены, да, старая цена, новая цена, я более ярко выразила, чтобы это было понятней. И добавила слово, да, в выражении акция действует именно до конца ноября, а не весь месяц. Необходимо данную информацию уточнять, потому что неизвестно, когда откроет вашу работу, да, ваш сайт пользователь. Может быть он откроет уже 1 декабря, а акция уже на самом деле закончилась. Вот, такую информацию лучше уточнить сразу. Геометрию кнопки я упростила и сделала ее прямоугольной с небольшим радиусом скругления. Именно от диагональных линий я решила отказаться. В целом композицию я сохранила, цвета тоже постаралась учесть, да, и дизайн весь не меняла, потому что я вам вчера говорила уже, что некоторые ребята просили не слишком видоизменять макеты, да, чтобы они оставались именно под авторским началом их хозяев, так сказать. Вот, и решила просто дополнить некоторыми моментами и более правильнее расставить те или иные акценты. Вот, спасибо, надеюсь вам изменения понравятся. Если что, пишите комментарии. Может быть у вас тоже возникнут идеи, как можно еще улучшить данную работу. Продолжение следует...